Себе заказала два лака, один от Essence, другой тоже от Essence. Вот эту штуку не советуем, хотя в принципе она неплохая. С одного конца здесь, ну как предполагается, один оттенок на день. С другого конца другой оттенок на ночь. И если вот этот оттенок нанести на этот, вечание на дневной, то получится открытие оттенок. Но, что я хочу сказать, ключевые слова здесь именно оттенок, один другого буквально на один тон сильнее и слабее. И если вот этот матовый, то этот с таким очень-очень деликатным блеском. Здесь два слоя вечернего варианта, здесь два слоя дневного варианта. То есть, смотри, а вот на этой руке, на безымянных, а на безымянном пальце, значит, вечерний вариант, поверх дневного. То есть, если вот так показать руку, даже не скажешь, что один или два ногти чем-то отличаются от первых трех. То есть, ну более скоростно чуть-чуть, но это только если прям глядываться. Вот я тебя сейчас озадачила, и ты заметила. А если не концентрировать внимание, то оно, в принципе, и никакой разницы не видно будет. Так что, единственный плюс, что он дает отличный цвет с одного слоя, и во втором нет необходимости. Еще, в принципе, кстати, когда красишь, на удивление, я была положительно удивлена, удобно держать, хотя это держится за бутылек. Но, когда красишь ногти, рано или поздно нужно просто кисточку поставить, бутылек. Но, так как оба конца этого двойного лака весят одинаково, большой риск, что он упадет. И у меня он даже падал. Держится он средний, то есть, он у меня проживался почти 4 дня, но уже начал слазить с кончиков. Это не увидишь, это нужно в реальности смотреть. То есть, вот такую двойнюшку я брать не буду. Я рада бы тебе, кстати, сказать цвет, номер или название. Но то ли я слепая, то ли я такая внимательная, но я ничего не нашла. Так что, просто я говорю, что он розовый вон цвет. Это, по-моему, есть еще в черном, в синим. И, кажется, все. Я еще заказала лак от Essence. Такой классический красный, ретро-красный, как он называется. В оттенке 0.1. 0.1? Да, 0.1. В оттенке он 0.1. Серия Новая Лига. Ты можешь его видеть у меня на мизинце. Он действительно такой классический-классический красный. Я безумно им довольна. Значит, оба лака, вот этот и этот, они сохнут средние. Вот, правда, вот этот, он держится подольше, чем этот. И у них у обоих кисточка не знаменитая лопаточка, и такая широкая. А классическая, обычная кисточка. Сейчас я тебе, кстати, покажу. То есть, вот такого плана. Прочитав в интернете, у меня проблема скугает под глазами. И я прочитала в интернете, что используя три разных оттенка консилера, можно вообще их убрать, замаскировать. Поэтому я заказала вот такую пятицветную палетку от Catrice консилеров. Но, конечно, это же Даша. Когда пришла сама палетка, я не смогла найти, где ее открыто покажу, я не смогла найти ту статью. Так что, если ты знаешь, что это за три оттенка, и в какую последовательность их накладывать, я тебе буду очень признательно, если ты мне сообщишь. И кинешься, что она на ту статью. Поэтому я пока пользуюсь одним оттенком, вот этим самым светлым, и очень довольна. А если сверху еще нести роликовый консилер от Гарнира, вообще, муа, персик будет. Я... Мне не особо богат опыт в плане использования консилеров, но я слышу, что он может сушить кожу, сбиваться там куда-то, что-то там подчеркивать. Короче, ничего этого эта палетка консилеров не делает, не один из них. Все очень чудесно. Я довольна. И не жалею, что заказала эту палетку, хотя пользуюсь только одним оттенком. И последнее, что я тебе покажу, это карандаш от Catrice. Catrice, Lip Liner. Да, в принципе, масло масляное, сказала только на русском, но на английском. Я уже имела честь пульса точно таким же карандашом, только в другом оттенке. Они очень шикарные, очень качественные, автоматические. У меня такого красного, спокойного, теплого оттенка. Вот такого плана. Очень ровная, конечно, у меня линия получилась. Это все, чем я хотела с тобой поделиться, всей моей радостью. Если меня спросить, какой фаворит в моих посылках, я даже не знаю. Мне все одинаково нравится, но кроме того, что не понравилось. Как бы то ни было, я тебе желаю быть прекрасной в любое время суток. Неважно, накрашена ты или накрашена, трезвая или пьяная, дома или на работе, в любом настроении духа, чтобы ты всегда была прекрасна. Самого тебе чудесного, волшебного, потрясающего и, конечно, хорошего настроения. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok